МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инвалиды-спортсмены уже сами ищут новое место для тренажерного зала и неделями ждут ответа от ведомств, вернется ли спорт в их жизнь. Барнаульские студенты шили для участников СВО 3000 блок-лаф, а скоро приступят к дождевикам. Но вначале правительство Алтайского края скоро в полном составе отправится в отставку. Это стандартная процедура после официального вступления в должность главы региона. До формирования нового КАГМИНА члены правительства будут работать как временно исполняющие обязанности. Напомним, инаугурация губернатора Виктора Томенко пройдет 18 сентября. Лишь после этого начнется формирование нового правительства. Политолог Константин Лукин считает, что оно вряд ли обновится больше, чем на 20%. Возможно, кто-то перейдет на ранг выше. Под ротацию, по его мнению, могут попасть министры с наиболее слабыми позициями. Это Максим Рябцев, министр спорта, а также Иван Гилев, который возглавляет Министерство строительства и ЖКХ края. Продолжим. Шесть алтайских школ полностью закрыли из-за количества заболевших. На карантин отправили 328 классов в 49 образовательных учреждениях. Такие цифры привел Роспотребнадзор. Ведомстве отмечают, что начало учебного года традиционно сопровождается эпидподъемом по ОРВИ. И напоминают, что с этого сентября школы приостанавливают образовательный процесс по новым правилам. Теперь учитывается суммарная заболеваемость по трем инфекциям – ОРВИ, коронавирусу и гриппу. Только за прошлую неделю в крае зарегистрировано почти 17 тысяч заболевших ОРВИ. Грипп в регион еще не пришел, но здравоохранение к этому готовится и рекомендует жителям прививаться. Запасов вакцин достаточно. О эпидситуации на Алтае расскажет Валентина Аскерова. Почти 17 тысяч жителей Алтайского края болеют ОРВИ. Таковы данные Роспотребнадзора за прошлую неделю. Заболеваемость растет среди взрослых и школьников. А что касается гриппа, то он пока не циркулирует. Но уже на пороге. Пик заболеваемости прогнозируют в ноябре-декабре. Поэтому нужно вакцинироваться, отмечают эпидемиологи. После вакцинации против гриппа заболеть гриппом невозможно. Эта вакцина не живая. Поэтому она не может вызвать как таковой поствакцинальный грипп. Поэтому не нужно бояться. Грипп это из всех респираторных инфекций. Та инфекция, которая дает наиболее тяжелое течение. И большому сожалению летальные исходы. Если мы говорим о группах риска, о детях. Те осложнения, которые могут быть. Это прежде всего помимо бактериальных пневмоний. Грипп сам по себе вызывает вирусные пневмонии, которые дают тяжелое течение. В зоне риска по гриппу беременные дети 6 месяцев. Они больше всего нуждаются в вакцинации. На сегодняшний день регион получил 440 тысяч прививочных доз. На подходе еще один транш. Ожидается больше 100 тысяч инъекций. Специалисты здравоохранения напоминают порядок вакцинации. Сначала проводится допуск к прививочке. То есть обязательно прием врача-терапевта. Или если это в сельской местности. У нас даже ФАПы обеспечены вакциной. Фельдшер проводит осмотр, допуск, измерение температуры. Собирает наличие возможных жалоб. Естественно смотрит общий статус обратившегося человека, который подлежит прививочке. И потом допускает до вакцинации. А еще за прошлую неделю в Крае зафиксировали почти 150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это в разы меньше аналогичного периода прошлого года. Тогда заболевших было 5 тысяч. Пока привиться от ковида в государственных поликлиниках не получится. Бесплатная вакцина закончилась. Но вопрос решается. Сделать это можно индивидуально в частных клиниках. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Краевая прокуратура вынесла 10 предостережений организациям, которые затягивают сроки строительства объектов образования. Сейчас на контроле ведомства возведение детсада в Паулском районе, школы в Родинском и пристройки к зданию школы в Барнаульском селе Власиха. Они должны быть введены в эксплуатацию в этом году. Всего же на контроле прокуратуры строительство 15 объектов. Заказчикам и подрядчикам объявлены предостережения. Прокуратура внесла 23 представления из-за нарушения сроков выполнения работ и отсутствия контроля за исполнением обязательств. Троих подрядчиков привлекли к административной ответственности за нарушение срока исполнения контракта. Более трех тысяч балаклав за полгода поставили бойцам СВО студенты Алтайской академии гостеприимства. А этой осенью приступят к пошибу еще одного более сложного изделия – прочного и практичного дождевика. О том, как идет подготовка, узнала наша съемочная группа. Шить балаклавы для бойцов не о таком мечтали студенты Алтайской академии гостеприимства, когда поступали на специальности, связанные с швейным производством. Но они стали волонтерами и шьют то, что сейчас необходимо армии. Балаклавы как швейные изделия не относятся к учебной программе. Дню Алтайской академии гостеприимства участвуют в проекте помощи СВО. Мы для страны делаем это, понимаем все ответственность. Этой осенью начнут выпуск дождевиков, модель которых доработала барнаульская швейя Таисия Самойленко. Мастер-класс для студентов она провела по просьбе депутата Госдумы Александра Прокопьева. Первое изделие, которое Таисия Николаевна шила, шила для своего брата, героя России. И, собственно говоря, под его руководством, в том числе для того, чтобы сделать этот дождевик более удобным, приемлемым, адаптированным к боевым условиям. У него была мечта стать военным. Он им стал, говорится. Но, коли как бы стал, нужно всячески помогать и поддерживать. Таисия рассказала студентам, как изменялся дождевик в процессе доработки. Для будущих швей это важный урок. Даже в серийном производстве есть место креативу, если работаешь осмысленно. На капюшоне такой козырек. Ну, это я сама уже доработала. Так, чисто липучку, говорится, настрочила, чтобы этот козырек в случае можно было пристегнуть. Таисия выбрала ткань поплотнее. На одном краю дождевика стала использовать липучки, на другом – тесьмо. Внесла еще несколько важных изменений. Так, например, она стала использовать специальную ленту для проклейки швов, чтобы они не пропускали воду. Эту ленту трудно найти в продаже, и швея обещала волонтерам поделиться своими запасами. А тканью и фурнитурой для дождевиков обеспечил депутат Госдумы Александр Прокопьев. Дождевики, сшитые волонтерами Академии с учетом предложений бойцов, передадут в зону проведения специальной операции с гуманитарным грузом. Елена Макаренко, Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Пассажиры пригородных поездов Алтайского края могут возвращать 20% от стоимости билета до конца этого года при оплате через систему быстрых платежей. Как экономить на каждой поездке, смотрите в следующем сюжете. Возвращаясь к каждой поездке 20% от стоимости билета. Такая возможность появилась у жителей Алтайского края, которые пользуются пригородными поездами. С 21 августа пассажиры могут экономить до 40 рублей, оплачивая проезд через систему быстрых платежей. Перед оплатой обязательно нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте приветмир.ру или в приложении «Привет». Жители региона уже успели оценить удобство современных цифровых сервисов и, конечно же, экономию времени и денег. Я часто покупаю билеты через приложение. Это очень удобно, потому что я пользуюсь электричками, и за счет этого я могу сэкономить деньги от каждой поездки при покупке онлайн. В июле этого года была реализована система быстрых платежей, которая позволяет пассажиру не только удобно приобрести билет в плане оплаты, но и участвовать в акциях, проводимых национальной системой платежных карт. Акция – это, значит, позволяет вернуть часть денежных средств на счет после приобретения билета. Купить сам билет можно любым удобным образом – хоть из дома, хоть на самом вокзале. Главное – через СБП. Приобрести билет на электричку с выгодой можно одним из следующих способов. Либо через чат-бот пригородной пассажирской компании, в автоматах на станциях, в кассах, у сотрудников с переносными терминалами или в приложении. Главное – оплатить проезд, выбрав способ оплаты, система быстрых платежей. Сначала с вас пишется полная стоимость проезда, но уже в течение трех дней кэшбэк до 40 рублей вернется обратно на счет, с помощью которого вы оплачивали проезд. Сэкономить на поездках смогут жители пяти регионов – Алтайского и Красноярского края, Кузбасса, Новосибирска и Омской областей. Воспользоваться предложением можно до 31 декабря этого года. Анастасия Дороган, Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Сразу несколько ДТП произошло накануне в Барнауле. На пересечении проспекта Комсомольского и улицы Союза Республик погиб мотоциклист. Как нам сообщили в автоинспекции Барнаула, водитель мотоцикла 1982 года рождения проезжал на мигающий желтый и врезался в белый внедорожник Киа, которым управлял водитель 1972 года рождения. От удара двухколесное транспортное средство подкинуло и перевернуло в воздухе. В результате мотоциклист получил травмы, от которых скончался на месте. Сопутствующим фактором всегда является не в полном объеме, а порой грубое нарушение права воздвижения тем или иным участникам. Несмотря на закрытие мотосезона в городе Барнауле, в текущем году зарегистрирован значительный рост с участием выделяемого транспорта, в том числе совершенных по их линии. Соблюдайте правила в полном объеме, берегите свою жизнь. Ну а прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту другого ДТП. Накануне на Заменогорском тракте на пешеходном переходе, который не регулируется, 74-летний водитель сбил 9-летнюю школьницу. Девочка госпитализирована. Около сотни инвалидов, которые улучшали свое здоровье спортом, уже два месяца не могут тренироваться. По решению властей, барнаульский клуб «Инваспорт» этим летом покинул подвал, но альтернативного помещения ждет до сих пор. В этом клубе мужчины и женщины с ДЦП после онкологии и другими заболеваниями могли заниматься бесплатно. Для некоторых это было полноценной реабилитацией. Есть ли надежда на новый зал, выясняла Юлия Щепина. В Барнауле уже несколько месяцев не работает бесплатный тренажерный зал для инвалидов. Организацию «Инваспорт» весной попросили покинуть помещение, которое они занимали с 90-х годов. Помещение было подвальным, что противоречит закону. В качестве альтернативы Министерство спорта края предложило им другой подвал, поэтому клуб отказался. У подведомственных министерств и учреждений отсутствуют свободные помещения. Министерством спорта Алтайского края предложена помощь по организации занятий в коммерческих тренажерных залах, но для тренировок членов клуба необходимы особые условия и специализированные тренажеры. Поэтому Игорь Владимирович Кузнецов от этого предложения отказался. Помощь предложили, говорит директор «Инваспорта» Игорь Кузнецов, но заниматься в таких условиях разрешили бы около 10 инвалидам, участникам всероссийских соревнований. Но что делать другим 80-ти инваспортсменам? Еще один вариант, говорит Кузнецов, найти коммерческое помещение с низкой арендной стоимостью за квадратный метр. И такое даже подобрали на Солнечной поляне. Аренда метра 400 рублей за квадрат. Есть варианты за 200 рублей, но еще дальше. Ответы от Министерства финансов ждут больше месяца. Я тоже задавал вопрос, обозначить мне цену, за которую Министерство финансов будет финансировать. Ищите дешевле. Насколько дешевле, не понятно. Я все-таки вижу, что был какой-то государственный центр. Потому что Алтайский край – это единственный регион, где нет такого центра. С таким подходом, наверное, паралимпийское движение будет только умирать. И сейчас у Кузнецова два опасения. Первое, что в зал, расположенный далеко от центра, смогут добираться не все инваспортсмены. А второе, что пока Минфин рассчитывает бюджет, зал может арендовать кто-то другой. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Один из тех, кто регулярно посещал этот тренажерный зал – Александр Ставских. Парень занимался лыжами, бочая сейчас осваивает теннис. И все это на инвалидном кресле. Для Александра Ставских спорт без преувеличения – жизнь. Тренироваться старается каждый день. Прежде делал это в бесплатном тренажерном зале для инвалидов. Но летом его закрыли. Сейчас мне приходится дома, ну, кантелей у меня нет, и мне приходится с какими-то подручными средствами делать упражнения дома. То есть ставить, допустим, два стула и делать из этого брусья. Ну, как-то, конечно, не то, что в зале. Каждое занятие, если не улучшает, то поддерживает его здоровье, укрепляет иммунитет и помогает быть уверенным, подчеркивает спортсмен. Заболевание спинальная амиотрофия называется. Диагноз стоит с детства. В целом, если честно, мне это никак не мешало. То есть в детстве я так же, как и другие мои дети знакомые, лазил по деревьям, играл в футбол, даже без коляски. В коляску Александр сел в 9 лет. Сейчас ему 26. Заверяет, живет полноценной жизнью. Закончил педагогический вуз по специальности историк. Но спорт не отпускает. Четыре года он профессионально занимался лыжным спортом. И даже три раза участвовал в российских соревнованиях. Сейчас активно следит за чемпионатами по баскетболу и футболу. И осваивает паратеннис. По сравнению с лыжами, конечно, сложнее. То есть, допустим, на лыжах... Ну, самое большое у меня было 30 километров за тренировку. Здесь, в теннисе, ну, может быть, 5. И то это не в том темпе, что на лыжах. То есть на лыжах ты взял крейсерскую скорость и пошел, грубо говоря, там, 2 часа заниматься. Здесь ускорился, замедлился, ускорился, замедлился. То есть разные... Кстати, Александр Ставских – единственный теннисист на коляске в регионе. Соперников, с которыми можно играть на равных, пока нет. Он горит этим, загорелся этим. Мне, как бы, я тоже этим... Он меня, так сказать, попросил с ним заниматься почаще. И вот мы с ним тренируемся. Ну, и вот пошли результаты. Съездил в Москву один раз, занял там 5-е место. И потом в Самару поехал на второй турнир в жизни и победил. Через месяц крупный турнир в Москве с призовым фондом 200 тысяч. А в планах спортсмена – участие в международных соревнованиях. Кроме того, Александр и сам растит чемпионов. Работает тренером по бочи. Поэтому, как никто, знает, насколько важно каждому человеку создавать условия для спорта. Данил Кузнецов, Юлия Щепин, Андрей Печоркин. День с толком. В районе Гребного канала ограничили движение транспорта. Проезд закрыли из-за открывающихся завтра международных соревнований Алтайская регата «Кубок братьев Агеевых» и олимпийских чемпионов Александр Дьяченко и Юлия Постригай по гребле на байдарках и каное. Вторые крупнейшие международные соревнования с момента проведения Кубка мира по гребле пройдут в Барнауле с 15 по 17 сентября. За награду будут бороться 8 стран. Россия, Белоруссия, Турция, Болгария, Узбекистан, Таджикистан, Колумбия и Чили. Помимо, естественно, байдарки и каное наших основных соревнований у нас проходят соревнования на саббордах и лодках дракона. Огромное количество различных классов, суммарное количество участников, более 300 человек. У нас огромное количество звезд сабборда. Наши ждаты сейчас, 15 по 17 сентября в Санкт-Петербурге, проходят чемпионат России по сапсерфингу. Но для нас большая честь. Большинство топовых спортсменов, порядка 8 человек, выбрало именно Барнаул, чтобы состязаться здесь. Соревнования стартуют завтра. Это будут предварительные заезды. Торжественные открытия, финалы и награждения запланированы на субботу. Приедут и олимпийские чемпионы Александр Дьяченко и Юрий Постригай. По словам организаторов, помешать соревнования может только погодам, точнее молнии. Лишь в этом случае турнир остановят, а дождь стартом не помеха. Главный судья соревнований, судья международного класса из Белоруссии Сергей Шаблыка. Любопытно, что именно он давал старт нашим спортсменам Дьяченко и Постригай в Лондоне, когда они и стали олимпийскими чемпионами. Добавим, что желающие посмотреть ход турнира могут доехать до Грибного канала на бесплатном автобусе, который будет отходить от остановки площадь октября в течение трех дней стартов с восьми утра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!